Я вас приветствую. Я решила записать такое видео, как трактовать транзиты по астро-дизайну. Мы имеем транзит на текущий момент с точки зрения дизайна. Мы имеем транзит с точки зрения джиотиш. Карта построена на такое же время, 20.07.2022 года, 10.58 Москва. И нам нужна табличка с градусами, потому что это может быть важно. Соответственно, под джиотиш все планеты дают аспект, кроме кету. Кету в некоторых случаях может давать аспекты по некоторым школам. Но конкретно в комбинации транзита, знак восходящей девы, кета не находится в таком положении, чтобы он давал какие-то аспекты. И мы рассмотрим это с точки зрения вот этих активаций, куда они дают аспект и куда они попадают, через что мы можем это реализовать. Значит, 56-е ворота находятся в горле. В горле у нас определено. Значит, немножко эта энергия чувствуется. Но поскольку ворота не в канале, они могут чувствоваться и проигрываться попеременно. То есть энергия, то нет, в зависимости от окружающих людей. Есть ли у них идея и вера по одиннадцатым. Ощущение гармонии в потенциале. 56-е ворота – это ворота странника, рассказчика. 56.2 – радушие. Через что мы можем это реализовать? Солнышко у нас находится в раке. Мы можем это реализовать через аспект напротив козероги. Но если смотреть на западную астрологию, то аспектом точным будет являться положение в том же градусе. То есть если у нас солнышко в 3 градусах, если точнее 3 градуса 26 минут, значит то, что находится напротив козероги в 3 градусах 26 минут, будет являться аспектом. Соответственно, в дизайне это называется земля. 60.2 – это тема ограничений. 60.2 – ограничения, находить преимущества и приспосабливаться к каким-то новым ситуациям. Вот так вот мы можем вот это радушие реализовать. Соответственно, у нас есть Раху и Кету. Раху и Кету всегда находятся друг напротив друга, у них всегда градус одинаковый. И когда Луна и Солнце находятся рядом с ними, происходит затмение. Солнечное и лунное. Лунное затмение у нас, ну они бывают в общем по-разному. И когда Луна находится рядом с Раху, это тоже в принципе с какой-то стороны как какое-то затмение. Не очень может быть приятное. На самом деле времяпрепровождение, грубо говоря, наш внутренний ум может быть как будто отравлен, может быть как будто какие-то иллюзии. В общем, мы можем быть сами не свои, когда Луна проходит по Раху. Когда Луна проходит по Кету, мы наоборот можем наблюдать в своей жизни много мистики, мы можем уходить с себя в какое-то отшельничество. И это выражаться может по-разному. Но если смотреть на Раху, да, Раху и Кету напротив друг друга, они формируют ось наших кармических задач по Раху и наших талантов по Кету. Кто-то считает, что Кету это априори позитивная история, что вот у нас есть таланты, мы смотрим их по диспозитору Кету, в данном случае диспозитор Кету Венеры. И как бы у всех сейчас талант к определению безословной любви на тему Анахата чакры. Но кто-то считает, что это такой большой багаж из прошлой жизни, который мы должны каким-то образом нейтрализовать в этой, для того, чтобы прийти всё-таки в эту тему Раху. То есть некоторые люди упорно работают над Раху, у них всё получается, некоторые упорно работают и не видят никакой работы, а некоторые погружаются в зону Кету. В зону Кету надо не погружаться, в зону Кету нужно отпустить. И она может давать определённые ситуации, мысли, какие-то, может быть, мистические события, которые нужно в этой жизни отработать. Потому что это может быть не только из одного воплощения, какой-то балласт, багаж. Это может быть вообще очень много чего, то есть те грехи, которые мы совершили в прошлой жизни. То, что мы делаем в этой жизни, оно может отражаться на зоне Раху. Вот. И таким образом, чтобы войти в зону Раху, Раху у нас находится 23.2, да, и неспроста в дизайне, когда мы строим бодиграф на человека, у нас есть красный, у нас есть чёрный, и Кету отвечает за первые 42 года жизни, а Раху отвечает за последующие 42. То есть первый Кету красный отвечает за период от 0 до 21 года, Кету чёрный отвечает за период с 21 до 42 лет, а потом уже переходит на Раху красный и Раху чёрный. После 84 лет случается возврат урана, и после этого считается, что карта дизайна на человека не работает, но мы это узнаем только после достижения 84 лет. Таким образом, кармическая задача у нас идёт по 23.2, 23 это ворота ассимиляции, но они так называются, грубо говоря, мы из своего сознания достаём что-то, чтобы очистить то, что там должно быть хорошее. Когда снимаются верхние слои несущественного обнажается суть. Также это способность приспосабливать свои идеи для выражения через 43. 43 у нас ворота прорыва. И 23.2 это терпение исходить из личной решимости, но при этом учитывать обстоятельства. Самодовольство или отстранённость не помогают вам договариваться. Учая того, что это вовне, овен у нас достаточно специфический знак. Если смотреть на Накшатры, то 43.2 попадает вовна, попадает в переход между критикой и бхарани. То есть Раху заканчивает своё шествие по Накшатре Критика. Грубо говоря, это могло давать то, что последний, наверное, год он там был, у этой Накшатры, он достаточно небыстро двигается, включая то, что он в большинстве своём ретроградный, потом на несколько дней становится директно, потом опять ретроградный. Но ретроградность его всё-таки больше. И Раху в Критике может давать сильный голос, сильное самовыражение, может давать тягу, именно тягу к зарабатыванию денег, может быть тема, связанная с тем, что слова достаточно острые, слова достаточно огненные, в потенциале слова одухотворяющие. И сейчас Раху готовится к переходу в Накшатру Бхарани. Что будет там происходить? Это уже может быть тема ненасытных желаний, чаще всего связанных с сексуальным подтекстом, либо это может быть выражением творчества. Но это может быть и воинственное, на самом деле, выражение. Самые позитивные качества Бхарани – это очищение, исцеление, защита детей, всё, что связано с детьми, заземление и так далее. И мы можем это реализовать через 43.2, то есть через Кету. Кету у нас при этом попадает в Накшатру Бхарани. Кету у нас попадает в Накшатру Бхарани. Вишакха, кажется, сейчас я уточню. Да, Кету всё ещё в Накшатру Бхарани во второй паде попадает в Навамшу Тельца, где он находится в падении. И Раху точно так же находится в падении. Поэтому период может быть достаточно важный, где мы можем быть подвержены каким-то иллюзиям, и эти иллюзии могут не осуществиться. Нам очень важно всё-таки поддерживать момент здесь и сейчас. Это самое главное, что может помочь. Гармонизировать Раху и Кету, быть на природе, отстраняться от телефонов, интернета. И 43.2 – решительность. То есть мы можем добиться терпения через решительность. Ясный ум ведёт к ясным результатам. Воплощение ваших идей зависит от того, удался ли вам урок того, как преподнести идеи таким образом, как считаете нужным. Дальше у нас есть Луна. Но поскольку в дизайне Луна достаточно быстро двигается, и сейчас она находится в Гонданте, как раз ровно-ровно Луна в нуле градусов огненного знака, кармический узелок, ещё несколько часов она будет находиться в Гонданте, поэтому может быть определённая перестройка ума, может быть даже головная боль. Но Луна даёт аспект на седьмой дом. Но в течение дня она будет меняться. За два с половиной дня она уже будет менять знак. То есть примерно 13 градусов в 20 минут она будет ещё тут и будет двигаться по этому знаку. И она достаточно быстро меняет ворота. Вот, 42-й у нас тема роста. То есть тема роста может быть в таком переходном состоянии. Хочется что-то доделать. На самом деле это очень хорошо. Дальше у нас важную позицию занимает Меркурий. Меркурий находится в Раке. И многие люди стали замечать, что происходит что-то сильно очень странное. Вроде бы не ретроградный Меркурий, но у многих людей испортилось настроение. Может быть определённая психосоматика. Плюс ещё Меркурий сжигался. Сейчас Меркурий уже не сжигается. Он уже обогнал солнышко. Но Меркурий в Раке – это как интеллект, которым преобладают эмоции. Поэтому Меркурий и Луна не особо сильно дружат. Хотя Луна к Меркурию относится хорошо, Меркурий к Луне относится не очень хорошо. Из-за мифа связано с его матерью и с его отцом. Соответственно Меркурий находится в 56.6. Он тоже в воротах странника. И мы видим чётко, что солнышко 56.2, Меркурий 56.6. То есть между ними разница 4 градуса. И тут это тоже дело совпадает. 56.6. Проверка оценить границы достоверности. Ваше представление формирует восприятие реальности, придавая определённую окраску вашему опыту. В ваших убеждениях отражается постоянно меняющаяся реальность. Это проявляется в вашей манере говорить. Мы тут можем чётко отследить то, что даёт именно Меркурий в Раке. Конкретно в этих воротах. Через что мы можем это реализовать. Поскольку у нас 56.6, солнышко находится напротив 60-х. Тут даже думать не нужно. 56.6 находится напротив 60-х. И конкретно 60.6. То есть мы можем реализовать оценку границы достоверности через что? Через идеализм. Любые чрезмерные ограничения для вас и окружающих вызывают возмущение. И важно балансировать между потворством и неразумными ограничениями. То есть тут важно на тем, какие ограничения мы ставим сами себе. А работа над нашими эмоциональными установками. Над нашими убеждениями. И получается, что это всё происходит в Козероге Аспект. Дальше у нас Венера. Красотка. 15.5. Она находится в Близнецах. Она находится в замечательной Накшатре. Ардра. Но она такая условно замечательная. То есть она уже перешла из предыдущей благоприятной Накшатры в Ардру. То есть могут происходить... Если рассматривать Венеру как карука автомобилей, то тут уже могут быть какие-то перебои в электричестве автомобиля, транспортного средства, метро. Но на самом деле Ардра может давать отношения с перчинкой накал страстей. Венера к аракоотношений. Но 15.5 в Близнецах. 8 градусов 34 минуты. Если мы посмотрим на эту картинку. Напротив. Мы можем реализовать это через десятый. И как бы Венера у нас с какой-то стороны тут олицетворяет полную любовь. 15.5 ворота очень замечательные, очень хорошие. Тоже как бы в потенциале, да. Кто-то называет их любовь-политика, кто-то называет любовь-политика конкретно какую-то определенную линию этих ворот. 15.5. Братство. Сострадать тем, кому тяжело. В сложных ситуациях вы направляете менее опытных своим мужеством или дерзостью. Через что мы можем это реализовать? Через пересмотр. Наслаждаться противостоянием, бросая вызов привычному. Вам нравится бросать вызов традициям. Вы знаете, что есть разные способы сделать это. С любовью или без нее. Соответственно, выбор каждого уже за ним. Дальше мы смотрим Марс. Марс у нас находится в 24.3. То есть тут он задает третью реакцию ступора на какие-то определенные явления. 24 ворота. Получается у нас Вовня. Марс у нас находится в середине знака 16.11. И Марс у нас дает аспекты 4, 7 и 8. В определенных комбинациях Марс может быть куджедошником. Кстати говоря, у Девы это тоже Марс куджедошник. Это определенное негативное проявление Марса, которое может сказываться в агрессии. Причем агрессия может быть направлена самим человеком или агрессия может быть направлена на самого человека. Но вот для восходящих Дев ситуация на самом деле не очень приятная. Потому что Марс с Раху и еще Луна. То есть что-то может произойти в течение двух с половиной дней не очень сильно приятно. Может быть что-то произойти с мамой, потому что Луна. Может быть что-то произойти с женой, если это мужчина. Может что-то произойти. Дальше мы уже смотрим конкретно на каждого человека. И четвертый аспект Марса попадает на знак Рака. Это 33.3. Тут у нас уже получается не совсем по линии будет то же самое. То же самое будет только в активации напротив. Вот. 33 это такая тема, которая у нас то ли была, то ли будет. Тема убеждения, тема влияния. 33 ворота также еще. И уединение. Приватность, секреты. Это тема связанная с прошлым. 33.3 Так. 33.3 Это то, через что мы можем реализовать. 24.3 Значит, Марс находится в огне. Его посыл такой. Нерешительность. Тщательно обдумывать каждый шаг жизни. Чередование старых идей может принести успех, но не дает удовлетворения. Мы можем проработать нашу нерешительность и чередовать определенные идеи через разъединение. Необходимо уединиться, чтобы ощутить прилив сил, как при быстром выздоровлении. Наблюдая со стороны своей страхи и беспокойства, вы осознаете все преимущества уединения. Вот такой вот посыл дает Марс. Дальше. Марс у нас дает аспект на знак весы. Марс в весах, получается, попадает на 44.3. Этот аспект находится в Нагшатре Свате. А вот этот аспект находится в Нагшатре Пушья. То есть, темой того, что человек уединяется, он может, грубо говоря, себя спасти, потому что Пушья ослабляет врагов. То есть, таким образом можно ослабить их влияние, если просто единица. Значит, аспект Марса на знак партнерства Нагшатре Свате будет задавать нам тему того, чтобы делать что-то вместе. Тему того, чтобы смотреть на какие-то шаблоны людей, шаблоны их поведений. Мы можем реализовать через самообладание, самоотверждаясь, иногда полезно задуматься. Вы способны четко действовать, когда доверяете своим инстинктам, а не тогда, когда хотите кого-то впечатлить. И, соответственно, восьмой аспект Марса попадает на знак Скорпиона, попадает в девятые ворота пятой линии темы фокусировки. То есть, опять же, мы можем проработать нерешительность через достижение желаемого благодаря доверию и вниманию к деталям. Ваша способность к самореализации зависит от того, принимаете ли вы подарки судьбы или сомневаетесь в том, что ваши нужды будут удовлетворены. Сильный посыл, да? То есть, Марс в овне, на самом деле, не всегда бывает очень сильно решительный. Конкретно тут он хочет подумать. Он хочет подумать, он хочет уединиться, он хочет... Самоутвердиться, задуматься и при этом нужно испытывать доверие и внимание к деталям. Дальше мы будем рассматривать Юпитер. Юпитер находится в семнадцатых воротах. В конкретной карте для девы он образует своимися йогу. То есть, йога, можно сказать, великой мудрости, щедрости. Вообще, должно быть какое-то благо от партнера. Но у девы может быть партнер, зацикленный на себе. В принципе, это благословение, что даже если тут что-то произойдет, для восходящей девы с ним может ничего не случиться, потому что Юпитер облагораживает первый дом. И Юпитер находится в семнадцатых воротах. По дизайну Юпитер дает пятый, седьмой и девятый аспект. То есть, Юпитер аспектирует рака, аспектирует деву и аспектирует скорпиона. На рака он дает аспект, получается пятый аспект. А сам он находится в семнадцатых воротах. То есть, Юпитер, нам говорит, настроится на высшие уровни человеческого сознания. Мудрость выражается в том, что вы уважаете других людей, жизненные опыты считаете их равными себе. Но из-за того, что тут Юпитер в падении, может быть ощущение, как будто Юпитер стал ретроградным, учиться больше нечему. И аспект на знак рака говорит о том, что нужно наблюдать, сохранять спокойствие, когда вмешательство не принесет никакой пользы. Вспомните ощущение внутренней безмятежности, и вы поймете, стоит ввязываться в какое-то дело или нет. Тут конкретно в контексте. Юпитер дает мудрость. Дальше. Юпитер дает аспект на знак девы. Он дает аспект на восемнадцатые ворота. Восемнадцатые ворота улучшений. То есть мы можем настроиться на высшие уровни человеческого сознания через исправление, преодолевать ограничения благодаря честности и бдительности. При любых ограничениях наблюдательность помогает прояснить ситуацию и приносит облегчение. И Юпитер дает девятый аспект на знак скорпиона. И эта тема, опять же, связанная с девятыми воротами фокусировки, но в другой линии. И это говорит о том, что, опять же, настроиться на высшие уровни человеческого сознания мы можем через сохранение концентрации. Вы рискуете утратить концентрацию и упустить из виду важные детали или сосредоточиться на мелочах. Тут прям очень важный момент относительно того, куда именно мы обращаем внимание. Дальше. Сатурн. Находится 49.6. Он находится. Вообще, на самом деле, все ворот, которые находятся внизу, они будут попеременно включаться. Тут в транзите только 44.23 будет всегда действовать. То есть вот эти кармические задачи очень сильно важные. И я еще, наверное, к ним вернусь. Сатурн у нас находится в козероге ретроградной. В градусе 29.31. Он еще движется туда. И вернется он только в следующем году в знак Водолея. Поэтому сейчас мы доделываем все, что у нас не было доделано в сфере социальной реализации. Может быть, со старой работы будут звонить. Может быть, где-то какие-то дела, которые вы хотели доделать, вы не доделали. Может быть, кто-то кому-то когда-то хотел сделать предложение и не сделал. Конкретно для восходящих дев получается тема, связанная с пятым домом. Серьезное отношение с детьми, с романтическими историями, с инвестициями. И если у дев была такая мысль, то сейчас последний момент, чтобы это все реализовать, потому что Сатурн будет там находиться уже через 29 лет. Через 29 лет очень сильно может измениться ситуация. И там уже будут проработки на другие темы в том же самом доме. Но это будет иметь немножко другой контекст. И значит, сам Сатурн находится в 49.6. Это вообще тема революции. Это тема бунтарства, несмотря на то, что это козерог. Эмоции ставит крест на старом и выбирает новое, которое руководствуется особыми принципами. Если вы ищете совершенство в переходных ситуациях, окружающим будет сложно почувствовать, что их оценили по достоинству. Сама активация называется быть благодарным, чувствовать удовлетворение, чтобы проанализировать случившиеся перемены. Через что мы можем это сделать? Мы можем посмотреть напротив. У нас практически оппозиция Сатурна и Солнца. И при этом, то, что у нас находится напротив, в раке, попадают в четвертые ворота. Это тема нашего ума. То есть иногда четвертые тоже включаются. Погоня за ответами. То есть быть благодарным, если человек реализует широкий кругозор, решать проблему, используя все доступные ресурсы. Обладая даром решать проблему, вы иногда недооцениваете способности и мнения других людей. То есть 49-е они вообще еще и племенные при этом. То есть мнение других людей тут должно быть важно. Также эту энергию мы можем направить Сатурну. Он сдает третий аспект. То есть он еще влияет на сам Сатурн. И аспект на знак рыбы попадает в 42.3. 42.3 – это линия у воротов, которая попадает точно в переход Гонданте. То есть поскольку у нас Сатурн находится 29.31, он попадает в 29.20-007 градусов Овна, попадает точка точно вот сюда. То есть он не столько может быть даже на Юпитер, сколько на сам вот этот вот куспит каких-то изменений. И это попадает в 42.3 – компетентность. Когда мы учимся в суровых испытаниях, приходит мудрость. То есть вот этот вот аспект Сатурна не такой сильно простой, и революция может быть достаточно сильная. Дальше у нас Сатурн дает аспект против себя, про который я уже сказала, и дает аспект на знак Скорпиона 10, 7, 8, 9, 10. На знак весов. Весы. Аспект попадает на… Вот это, кстати говоря, Гонданта. Вообще на самом деле аспект достаточно сильный. Значит, вот сюда аспект, вот сюда аспект, и вот сюда аспект. Аспект на весы попадает в место расположения вишакхи. Вишакхи очень сильно связаны с отношениями и со служением. То есть помимо того, что важно служить в отношениях через социальную реализацию может быть изменение статуса, а также 43.5 – целеустремленность претворения новых идей в жизнь требует тщательной проработки. Вот над этим человек и работает. Помимо этого у нас есть Уран, Нептун и Плутон. Но поскольку мы видим, что Плутон находится там же, где Земля, то есть у нас идет оппозиция Плутона и Солнца, мы его рассматривать уже не будем. Мы будем рассматривать Уран и Нептун. Уран находится во вторых воротах, он находится в Овне. Он попадает в 2.6. Напротив вторых ворот у нас находятся первые. И первые попадают также в вишакху, то есть они примерно где-то вот рядом с китом находятся. То есть мы можем реализовать направление жизни через вдохновение, если грубо. Погруженность в раздумья, узи взглядов, ограничение вашей способности развиваться, отделение от страха и сомнений необходимо для того, чтобы достигнуть внутренней ясности. Мы это реализуем через художник в роли посредника. Он способен инструменту, на котором играет сама жизнь. Согласны мы с этим или нет, но творчество ценно само по себе, а художник лишь посредник. Сильная активация. И Нептун находится в 36.3. Нептун тоже находится в рыбах. Мы можем реализовать это. Нептун в рыбах попадает на шатру Пурова Пхадра, если мне не изменяет память. 36.3. Детя, секунду. 36.3. Да, попадает в Пурова Пхадру. Не очень позитивная история, поэтому иллюзии могут быть такие, что они очень быстро меняют нам настроение. Включая позицию Меркурия, включая все остальные позиции, огромное количество аспектов на знак Рака, тут эмоции во главе парада. И 36 это тема кризисов. Да, это тема как раз отпускать старые эмоции, которые себя уже изжили. Когда вы отслеживаете бесполезные эмоциональные привычки, вы переходите от кризиса к его разрешению. Поскольку уран у нас не зафиксирован уже нигде, то остается только этот посыл. И его, как мы можем вырваться и найти точку перехода из 7 свет через 57 ворота напротив, которые вообще находятся в центре селезенки, отвечают за наше здоровье и отвечают за интуицию, за нежность, звучание тонких вибраций. И говорят нам о том, что мы можем это реализовать через бесстрашие. Чистая интуиция дальновидна и свободна от страха. Вы живете в ладу с собой и другими, когда учитываете нужных окружающих. Так, и, по-моему, я не сказала про Раху и Кету до конца. Значит, сам Раху у нас находится тут, попадает 23 ворота во вторую линию и дает пятый аспект. Пятый аспект он дает на знак Льва. Сам аспект попадает на Кшатру Макха. То есть тут могут быть выражены какие-то кармические истории, желание обрести какой-то статус, желание доказать себя, что я что-то могу. Желание, в том числе, связанное с романтикой, потому что знак Льва в абстрактном гороскопе олицетворяет пятый дом, дети, романтика и все остальное. И получается, что 23.2 – это терпение. Учитывание обстоятельств, которые мы можем направить на постоянные мысли о том, что все хуже, что есть на самом деле верный путь депрессии. Замешательство теоретически взгляд на вещи может быть ограниченным и далеким от реальности. Вообще, на самом деле, достаточно кармические ворота попадают в аспект. То есть мышление в эти дни не очень сильно трезвое, даже если человек ничего не употребляет. И Арахо дает аспект на знак Стрельца, который попадает в 54.6. И что интересно, 54 ворота амбиции, а 54.6 – корректность. Анализировать цели, быть искренним, наполнять энергией взаимоотношения, которые важны для вас, или просто выглядеть человеком долго. И тут видно общий посыл, общую тенденцию, что во главе парада у нас эмоции, которые могут подавлять внутреннее эго человека. Человеку вообще может быть, в принципе, захотеться куда-то спрятаться. При этом важна тема реализации себя. Очень много каких-то желаний, желаний реализовать свой собственный статус, желание добиться чего-то и быть принятым. Вот примерно такой посыл. Если вам было интересно, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я делаю такие разные симбиотические эксперименты. И пишите обратную связь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!